На протяжении более чем тысячелетней истории Византийской империей управляли 88 императоров. Правление 26 из них закончилось досрочно. Давайте посмотрим, как поступали со свергнутыми императорами. Маврикий был достойным императором, которому не повезло унаследовать государство с абсолютно пустой казной. Он начал отчаянно экономить и в итоге именно здесь совершит роковые для себя ошибки. Маврикий начал сокращать рацион у солдат. В 599 году он отказался выкупить 12 тысяч пленных солдат у Авар. Все они были казнены в итоге. В 602 году армия на Балканах вместо теплых зимних квартир получила приказ в целях экономии оставаться вблизи варваров. В результате начался мятеж, который очень быстро достиг Константинополя. Маврикий был свергнут. Императором стал Фока, который приказал казнить Маврикия и петерыв его сыновей. Однако подданные быстро пожалели о свержении Маврикия. Вскоре выяснилось, что ставший императором Фока был развратным и патологически жестоким пьяницей. Ужасная казнь Маврикия и его сыновей были только прологом его страшного правления. Он терпел поражение в войнах, казнил людей налево и направо, а подданные уже молились о том, кто же все-таки освободит их от этого ужасного правления. Им стал сын чиновника из Африки по имени Ираклий. Когда его флот уже был под стенами Константинополя, ему доставили закованного императора Фоку. Ираклий спросил уже фактически низложенного императора, отчего тот так скверно управлял империей. На что Фока ответил, еще неизвестно, будешь ли лучше управлять ею ты. Ираклий не проявил милосердия. Афока и все его приближенные были спешно казнены. Констант и его предшественники в значительной степени растеряли восточные провинции и империи в борьбе с арабами. Из-за этого Констант II все больше внимания уделял западному вектору. В 662 году он объявляет о важнейшем решении в своем правлении. Перенести столицу из Константинополя в Сицилию на остров Сиракузы. Именно там в 668 году император и встретил свою позорную смерть. Его один греческий служитель убил мыльницей. На протяжении 22 лет на троне побывало 6 императоров. И все они были свергнуты. Причем один из них будет свергнут дважды. Уже к 23 годам император Юстиниан II достиг такого уровня непопулярности в народе, чем раньше мог похвастаться разве что император Фока, упомянутый ранее. Он настроил против себя как старую аристократию, так и новое крестьянство. Потерял Армению в войне с арабами. И отличался крайней жестокостью по отношению к подданным. Все это привело к тому, что в 695 году мятеж под руководством Леонтия сверг Юстиниана II. Императора арестовали, но в знак давней дружбы Леонтий не стал казнить Юстиниана. Ему были урезаны часть носа и языка, а сам он был сослан в Херсонес. Леонтий был сам свергнут уже через три года. Он направил экспедицию на отвоевание Карфагена, недавно захваченного арабами. Вместо того, чтобы вернуться и отрапортовать о своем поражении, ее участники начали мятеж под руководством Тиберия, который привел к свержению Леонтия. Как и Юстиниан, он лишился части носа и языка и отправился в монастырь. Тиберий оказался гораздо более эффективным императором. Он освободил от мусульман часть Сирии и начал отвоевывать Армению. Однако в 705 году он был свергнут Юстинианом Вторым. Тот сумел, опираясь на помощь болгарского хана, вернуть себе власть. И к своим противникам Юстиниан проявил гораздо меньше милости, чем они к нему. И Леонтий, и Тиберий были казнены. Второе правление Юстиниана оказалось еще страшнее первого. Во время войны с арабами он начал отправлять карательные экспедиции в Равенну, Херсонес, приказав Херсонес вообще сравнять с землей. В 710 начался мятеж, и весь Крым отказался признавать Юстиниана в качестве императора. Находившийся там в изгнании, византийский военачальник по имени Вардон проявозгласил себя Василевсом под именем Филиппик. В Константинополе Филиппика встретили, в общем-то, с распростертыми объятиями. Юстиниан был арестован, а его отрубленную голову отправили новому императору в качестве трофея. Когда известие о смерти Юстиниана достигло столицы, его мать поспешила увезти маленького внука Тиберия. Однако их настигли солдаты Филиппика, и Тиберий был убит. Несмотря на то, что Юстиниан был ненавидим народом, Филиппик тоже не снискал его расположение, он был свергнут 19 месяцев спустя и ослеплен. Новым императором стал секретарь Филиппика под именем Анастасии II. Анастасий был толковым правителем. В 716 он отправил морскую экспедицию против мусульман, но там происходит мятеж. Назначенного руководителя солдаты убивают, а затем идут на Константинополь. На обратном пути они подбирают безобидного сборщика налогов императорского и провозглашают того императором под именем Феодосий. Таким образом он становится императором Феодосием III, а Анастасий удалился в монастырь. Вскоре сам Феодосий III был свергнут львом по прозвищу Исавы. Это был первоклассный военачальник, который спасет страну от мусульманской угрозы и покончит с 20-летней анархией. Сам же Феодосий III отправился в монастырь, впоследствии он даже сможет стать епископом и проживет еще практически 40 лет после своего низложения. Первой женщиной в истории Византии, правившей самостоятельно, была Ирина, жена Льва IV. Ее описывают как склонную к интригам двуличную женщину с огромными амбициями и жаждой власти. Сначала она была регентом у малолетнего сына, а потом арестовала его, позднее его все убила. Несмотря на то, что правила она достаточно успешна, народ не простил ей такой ужасный шаг. В 802 году она была свергнута и сослана на остров Лесбос, а спустя год умерла там же. Император Михаил I сменил на троне Никифора I, который погиб в 811 году в битве в Ирбишском ущелье, а хан Болгаров Крун сделал из его черепа чашу. Битый перевер Синики, и Михаил I позорно бежал с поля боя, оставшись невредимым, и отрекся от престола. Он укрылся со своей семьей в монастыре и прятался до тех пор, пока не получил гарантии безопасности. В результате всех его сыновей кастрировали, а сам он удалился в монастырь. Еще с самого начала своей карьеры Лев V дружил с однополчанином Михаилом из города Амарии. Позднее Михаил смог стать начальником дворцовой стражи. В 820 году в канун Рождества был раскрыт заговор против императора, непосредственным участником которого был Михаил. Лев вызвал его к себе, представил несомненные доказательства. Тот признал вину, и император велел бросить его в огромную печь. Однако жена Льва настояла на том, что, причастившись на Рождество, император не может сделать такой ужасный поступок. И тот посчитал аргумент весьма серьезным, и велел отправить Михаила в камеру. Тем не менее, заговор был всеобъемлющим, и надзиратель, под предлогом того, что Михаил хочет исповедоваться в грехах перед казнью, отправил слугу в город, якобы за священником. На самом деле, тот оповестил сообщников Михаила о том, что стоит поторопиться. В результате они убили Льва V, после чего освободили Михаила, и он был провозглашен императором Михаилом II. Михаил III был слабым и безответственным правителем, получившим недвусмысленное прозвище Пьяница. Ему очень повезло с советниками, которые фактически за него руководили империей. Однако, одному его собутыльнику, неграмотному крестьянину по имени Василий, удалось оттеснить их всех, и в 866 году стать соправителем Михаила. Через год после очередной пьянки Михаил был убит Василием и другими заговорщиками. На удивление, этот неграмотный крестьянин по прозвищу Василий Македонянин окажется одним из величайших императоров в истории Византии и станет основателем династии, которая выведет империю на вершину ее могущества. Роман Лакопин был узурпатором, который правил под предлогом малолетства законного императора Константина Багринародного. Со временем он сделал своих сыновей соправителями. Однако в 944 году, будучи уже старым человеком, издал указ о том, что именно Константин должен стать его преемником. За пять дней до Рождества того же года два молодых Лакопина проникли в комнату Романа, свергли его и отправили в монастырь. Однако народ сбунтовался, а в результате сами Лакопины были свергнуты и тоже отправились в монастырь. А Константин Багринародный стал полноправным правителем. Никифор Фока был выдающимся полководцем. За победы над арабами его прозвали «Белая смерть Сарацин», подробнее об этом в соответствующем видео. Он стал императором под тем же предлогом, что и Роман Лакопин. Законный правитель Василий II тогда был еще несовершеннолетним. Однако характер Никифора мало способствовал завоеванию сердец подданных. Он был особенно ненавидим за беззастенчивый фаворитизм в отношении двух групп населения – армии и анатолийской аристократии. Также требовались постоянные высокие налоги на ведение бесконечных войн. В результате развязка истории с недовольством была ускорена его женой Феофана, которая стала любовницей другого выдающегося полководца Иоанна Цемисхия. Во время еженочных свиданий они вдвоем, помимо других менее предосудительных занятий, хладнокровно спланировали убийство императора Никифора. Иоанн лично во главе отряда заговорщиков ворвался в спальню императора. Разбуженный он пытался отбиться, но был повален на пол и его притащили к кровати, на которой сидел Иоанн. Тот начал избивать старого Никифора, обвиняя его в неблагодарности и осыпая различными оскорблениями. В конечном итоге меч пронзил тело императора. Через несколько минут после убийства люди Иоанна Цемисхия стали кричать «Иоанн, император римлян!». Дежурившая в это время варяжская гвардия, известная своей верностью, прибыла ко дворцу. Но в это время голова Никифора уже была выставлена в окно. Варяги сразу присмирели, потому что погибать за уже мертвого императора не имело смысла. Теперь у них появлялся новый хозяин. В двух словах сложно описать, как Михаил Пятый Калафат оказался у власти, поэтому лучше посмотрите соответствующее видео для этого. Здесь лишь отметим, что за 4 месяца правления он проявил себя как абсолютно бездарная жестокая посредственность. И свергнут он был в результате народного восстания и вместе с дядей сумел бежать и спрятаться в монастыре. Толпа, узнав их местонахождение, направилась туда, требуя их крови. Беглецы простояли в алтарной части целый день, скрываясь от гнева людей. Однако вечером солдаты, по приказу императрицы Феодоры, вывели их оттуда и приговорили к ослеплению. А затем дядя и племянник были отправлены в монастырь. Михаил VI Стратеотик оказался очередным неудачным императором. До него уже было несколько подобных экземпляров, поэтому армия решила положить конец веренице бестолковых императоров и престарелых императриц. Пора было вернуть императора в традиционно римском смысле этого слова, полководца, ведущего войска к победе. Восстание возглавил Исаак Камнин. Началась полномасштабная гражданская война, в которой обе стороны понесли жестокие потери. Михаил VI направил послов, которые договорились о том, что Исаак станет его наследником, но сам он в итоге был свергнут в столице. Бывший император умер год спустя в статусе обычного гражданина. И, как мы понимаем, исходя из предыдущих примеров, такое милосердие в отношении свергнутого правителя было чрезвычайно редким. Роман Диоген из-за предательства своих войск потерпел поражение в битве с турками-сельджуками при Монцикерте. Он был пленен турецким султаном и там подписал договор, который был сравнительно выгодным для империи, учитывая обстоятельства. Однако он был свергнут в стране семейством Дука. Роман согласился удалиться в монастырь при условии, что ему не будет причинено никакого вреда. Однако вот что о его смерти пишет хронист. Провезенный на дешевом вьючном животном, имея при этом вид разлагающегося трупа, с выколотыми глазами и кишащим червями лицом, он прожил еще несколько дней, испытывая жуткую боль и издавая отвратительное зловоние, пока не испустил дух. После чего был похоронен на острове Проте, где он когда-то построил монастырь. С 1881 по 1180 год за 99 лет в Византии правили три императора из династии Камнинов. Они смогли приостановить падение государства, однако полностью устранить ущерб Манцикерта было невозможно. После смерти Мануила I страну возглавил юный Алексей II, которого сверг дядя Андроник I. В 1183 году 14-летнего императора задушили тетевой лука. Андроник I оказался патологически жестоким правителем и был свергнут уже через два года. Согласно дошедшим до нас источникам, гадалка предсказала его двоюродному брату Исааку II Ангелу императорскую корону. Андроник, недолго думая, послал к Исааку оруженосца, но тут убил посланца. Затем явился в собор Святой Софии, где рассказал собравшимся о своем поступке. Народ поддержал Исаака и провозгласил его Василевсом. Андроника свергли. Отрубили ему правую руку, бросили в тюрьму, где он провел несколько дней без пищи и воды, а затем выкололи один глаз. После этого его посадили на тощего верблюда и направили в сторону толпы. Дальнейшие события хроники описывают следующим образом. Они били его, закидывали камнями, кололи гвоздями, забрасывали грязью. Одна уличная девка вылила ему на голову ведро кипятка, затем, стащив его с верблюда, они повесили его за ноги. Умирал он долго и мучительно. Андроник неоднократно подносил свою единственную руку к устам. По мнению некоторых, он делал это для того, чтобы испить кровь, вытекавшую из его ран. Исаак Второй ангел, сменивший Андроника на императорском троне, также не правил до конца жизни. В 1195 году он был свергнут своим старшим братом Алексеем Третьим и ослеплен. Исаак Второй и его сын договорились о помощи крестоносцев и венецианцев для возвращения на трон. Они обещали им золота, воинов для крестового похода и подчинения Константинопольской церкви Риму. Когда крестоносцы и венецианцы одновременно ударили по городу с суши и моря, Алексей Третий бежал, а Исаак Второй вновь стал императором вместе с сыном Алексеем Четвертым. Однако они были свергнуты Алексеем Пятым дукой. Сына задушили, а отец, как говорят, умер, не выдержав известия о смерти сына. А Алексей Третий, в свою очередь, провел остаток жизни в скитаниях и умер в 1211 году. Как вы уже заметили, императоры тогда менялись с калейдоскопической скоростью, и для детального погружения посмотрите соответствующее видео, а мы здесь продолжим. Крестоносцы с венецианцами разграбили Константинополь, Алексея Пятого они схватили и сбросили с огромной колонны Феодосия. На месте Византии образовалось несколько государств. 15 августа 1261 года Михаил Восьмой Палеолог торжественно вошел в столицу и был коронован в соборе Святой Софии. Он вернул грекам Константинополь спустя 57 лет после его завоевания крестоносцами. Формально он был соправителем юного Иоанна Ласкариса, однако тот был проигнорирован при коронации в Константинополе, а спустя 4 месяца ему выкололи глаза и отправили в крепость на побережье Мраморного моря, где тот и оставался до своей смерти. Андроник II был неудачным императором, растерявшим все, что было нажито непосильным трудом его предшественников. Дважды против него восставал его внук Андроник III. В 1328 году он вынудил старого Андроника II подписать акт об отречении. Ему даже позволили сохранить императорский титул, и какое-то время он жил еще в Константинополе, однако затем старого Андроника отправят в монастырь. Последним императором в истории Византии, свергнутым при жизни, стал Иоанн Контакузин. Он, как и многие упомянутые василевсы, правил во время несовершеннолетия законного наследника. Однако впоследствии Контакузин его сослал. Тот восстал и предложил вернуться в статус соправителей. Однако Иоанн Контакузин растерял популярность в народе и решил отречься от престола. Он сменит императорские одежды на монашескую рясу, но проживет еще 29 лет, так и не сумев полностью отойти от участия в политической жизни в стране. Как мы видим, многих императоров свергли по объективным причинам, однако были и те, кого как Льва Пятого или Романа Диогена уничтожили исключительно из-за алчности и жажды власти. Продолжение следует...